К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Эту тему с ним мы обсудим детальнее. Дмитрий, приветствуем вас в эфире Freedom. Да, приветствую вас. Дмитрий, ну вот тема наша звучит, что Кремль готовит россиян к затяжной войне. И я вот хочу знать ваше мнение, что сулит россиянам затяжная война. Ну, понятное дело, что не остановится мобилизация. Ни тайная, ни скрытая, ни какая-нибудь там, я не знаю, фантастическая, мистическая. Так или иначе, это будет продолжаться. Но ведь это касается не только мобилизации, это касается, в принципе, и тарифов, и уровня жизни в России. Так вот, какие, на ваш взгляд, могут быть, может, даже не очевидные последствия затяжной войны России против Украины конкретно для россиян? Уровень жизни будет падать. Но, наверное, вы все помните этот анекдот, когда по телевизору новости показывают, что там цены растут, зарплаты падают, и мальчик подходит к папе и говорит, папа, теперь на водку растут, теперь ты будешь меньше пить, он говорит, нет, сынок, теперь ты будешь меньше кушать. Да, это примерно вот будет так же выглядеть из разговора граждан со своим правительством российским. Да, они будут чуть меньше кушать, причем это в основном ударит по среднему классу. Значит, если мы посмотрим по всякие там макроэкономические показатели, то в целом Путин продает нефть по очень высоким ценам. Этих денег хватает для того, чтобы платить, вот вы сейчас обсуждали цифры, сколько там платят, там действительно уже полтора миллиона и так далее. Эти деньги просто у Путина есть, он может тратить их, ну, не бесконечно долго, ну, там, какие-то годы он может еще это тратить, спокойно. Значит, каждый год Путин выделяет примерно 120 миллиардов долларов на военные расходы, да, если вы сравните с теми деньгами, которые Украина получает от Запада, то это даже больше, чем то, что Украина получает. При этом себестоимость, например, производства каких-то там ракет и прочее-прочее в России ниже, чем на Западе. Получается, что условные 100 миллиардов путинских, это примерно 200 миллиардов западных денег, это уже там экономистами, специалистами посчитано. Значит, здесь надо еще понимать, что пока никакой мобилизации принудительной, ну, по сути, в России нет, да, это мобилизация на коммерческой основе. То есть, когда набирают тех людей, которые готовы рискнуть, да, и дальше предлагается ценник, за какой они готовы рискнуть. Когда-то это было правильно, Владимир Милов сказал, 200 тысяч, потом 400, потом 500, потом миллион, а сейчас уже намного больше. Это говорит о том, что желающих становится меньше, да, но пока еще такой инструмент, как принудительная мобилизация, не использован. Путин пока боится. Хотя, насколько я понимаю, на всякий случай к осени готовится, потому что военкоматы сейчас собирают информацию, готовят списки. Вот, и если вдруг Путину понадобится, если у него не хватит денег, ему понадобится продолжать войну дальше, то тогда у него еще есть такая опция, как принудительная мобилизация. Вот, а что такое принудительная мобилизация, я думаю, вы прекрасно знаете, отслеживая судьбу, там, закона о мобилизации в Украине и прочее, прочее. Это очень сложный вопрос, но он не такой сложный, как в Украине, потому что у вас демократия, у вас Зеленский все равно считается с общественным мнением. Да, в России Путин с этим общественным мнением не очень-то считается. Вот это надо просто понимать. И если вы посмотрите параметры, да, ну, цифры просто того, в какой ситуации находится российская экономика, я вам прямо сейчас даже дам сайт нашего доклада, который мы выложили с экономистами Алексашенко, Иноземцевым, Некрасовым. Это кейс, это наш центр называется, кейс как чехол, кейс как случай-центр.орг. И там будет второй доклад с цифрами состояния российской экономики, с которым мы увидим, что Россия тратит примерно 9% ВВП, ну, если мы посчитаем их федеральные и региональные бюджеты, на военные расходы. Вот, а дальше там идет сравнение, что такое 9% ВВП, много это или мало. Это много, если сравнивать с бюджетами западных стран в мирное время. Но если мы берем какое-то военное время, то мы увидим, что 9% это совсем не так уж и много, а Израиль на протяжении 30 лет, тратив 18% ВВП на военные расходы, да, при этом еще умудрялся расти на 5% ВВП, экономика Израиля. Саудовская Аравия вообще 9% регулярно тратит и как-то там сводит концы с концами. То есть, с одной стороны, действительно, граждане будут потихонечку хуже жить, да, но это не будет каким-то таким резким обвалом, который бы привел к революционным последствиям. Так что у Путина деньги есть, нефть продается, цены на нефть достаточно высокие, заменить российскую нефть невозможно, а при этом, к сожалению, мы это обсуждали у вас неоднократно в эфире, вот Путин продал нефть, получил деньги. И эти деньги, к сожалению, остаются внутри России, потому что каналов вывода капиталов сегодня нет. Ну, банки под санкциями, даже если вы покупаете криптовалюту и вывозите деньги куда-нибудь в Европу, у вас ни один банк эти деньги, даже кэш, вы придете с наличными, у вас ни один банк не примет эти деньги. Поэтому, к сожалению, из-за больших ошибок в санкционной политике, да, Путин, к сожалению, выиграл даже в результате некоторых санкций, не всех, подчеркиваю, были хорошие санкции, это арест активов ЦБ, которые действительно серьезно ударили по Путину. А, например, закрыть страну, это ошибка, да, не пускать россиян никуда, это ошибка, потому что россияне, особенно средний класс, антивоенно настроенный, против Путина, когда он уезжает, он вывозит деньги. И мы посчитали, что, например, выезд примерно там трех миллионов россиян, это потенциал, да, сейчас потенциал, это айтишники, инженеры, это примерно 500 миллиардов долларов, которые были бы вывезены из России, вот туда надо бить, это было бы ощутимо. Но, к сожалению, это не делается, поэтому я бы так сказал, с точки зрения денег у Путина достаточно, чтобы еще вести войну там на протяжении, я не знаю, там двух-трех лет, деньги на это найдутся, даже если придется кому-то там затянуть пояса. А вот готовы ли общество терпеть это? Сложно сказать, но пока я не вижу каких-то предпосылок, чтобы уровень жизни падал настолько резко, понимаете? Угу. Я только одна ремарка, Дмитрий, да, украинская позиция, это то, что санкции в отношении россиян должны быть, и те ограничения, о которых вы говорите, от них Украина и союзники, как я понимаю, отказываться не собираются. Это цена справедливая, справедливая, которую должны платить россияне. Вот, и это, и какие россияне, вот Дмитрий Гудков должен платить? Вы хотите, вы подталкиваете меня на этот ответ? Да, да, конечно. Наверное, да. Наверное, да. Я должен платить. Дмитрий, смотрите, это позиция Украины, которая, Дмитрий... Который, послушайте, я человек, который, в отличие от ваших политиков, Путину руку не жал, газовые дела с ним не обсуждал, да, и дважды сидел в тюрьме, не голосовал за аннексию Крыма. Дмитрий, смотрите, Дмитрий, ваша политика... Окей. Дмитрий, ваша... Если россияне должны все платить, то тогда Путин от этого выигрывает по деньгам, и Путин еще 2-3 года будет воевать. Окей. Если вы готовы платить такую цену, я же сейчас не говорю, что это правильно, неправильно. Готовы. Ну, вы же меня спрашиваете про то, сколько денег Путину хватит. Намного. Вы помогаете, ну, и вы, и Запад помогает делать все, чтобы капиталы, которые я бы мог вывести, многие мои знакомые антивоенно настроены могли бы вывести, чтобы у Путина они не остались. Они не могут вывести. Это остается там, и Путин эти деньги использует, переводя экономику на военные рельсы. Подчеркиваю. Смотрите, в отношении вашей политической деятельности... Дмитрий, Дмитрий, в отношении вашей политической деятельности я ничего сейчас не сказал. Ну, я думаю, что любой интересующийся может ознакомиться, да, с вашей позицией в отношении Автономной Республики, Крыма и теми процессами, которые проходили в Госдуме Российской Федерации. Это не об этом сейчас. Абсолютно не об этом. Но позиция Украина такая. Правильно. Но вы сейчас поддерживаете решение... Позицию Украины, естественно, я украинец. ...каким людям, как я, да, невозможно открыть счета. Я это открываю через какие-то там сложности. Нельзя открыть счета. Нельзя продать недвижимость в России. Я не могу приехать в Россию. Я не могу уехать. Я не могу открыть счет. У моих помощников закрывают счета. Люди, которые, между прочим, Украине помогают. Вы это поддерживаете, вы сейчас сказали. Я поддерживаю политику Украины, потому что, как по моему мнению, она довольно справедлива по отношению как к украинцам, так и к позициям. Те, которые должны быть позицией в отношении, в том числе, россиян. По моему мнению, таким образом. Вот именно вот так. Не потому, что я работаю на государственном телеканале, а потому, что я украинец, который с 2014 года был вынужден покинуть свой родной дом, покинуть свои родные места, которые уже довольно много лет не посещают могилы своих предков, благодаря российской армии регулярной. Нет, который, секунду, секунду, которая зашла на территорию Украины, оккупировала мой родной город и в том числе повлияло и на то, где вы сейчас находитесь, Дмитрий. Именно поэтому я поддерживаю. А вы хотите Путина победить? Вы хотите, чтобы у него деньги закончились на войну? Дурацкий вопрос. Нет, вы понимаете, что, грубо говоря, две разных цели. Цель наказать россиян противоречит цели победить Путина. Понимаете, что эти две противоречивые цели. Я бы поссорил. Я бы, честно говоря, поссорил. Тут дело ведь... Дмитрий, тут смотрите, смотрите, секундочку. Аргумент на аргумент. Давайте так. Да, у нас дискуссия. Дмитрий, аргумент на... Чтобы наши зрители не подумали, что мы хотим друг друга обидеть, ни в коем случае. Абсолютно нет. Это дискуссия, которая должна, кстати, по моему скромному мнению, опять-таки, проводиться между российской оппозицией и представителями украинской власти, депутатами и прочими. Ну, кто ж я такой, чтобы давать такие советы украинской власти, российской оппозиции? Welcome. Ваше мнение было в отношении... Вы сказали наказывать россиян. Я не согласен с тем, что наказывать россиян. Я больше говорю сейчас об ограничениях, те, которые вводятся в отношении граждан с паспортом Российской Федерации. С чем это может быть связано? Я думаю, вы не единожды видели и слышали, да и сами знаете истории, когда среди беженцев... Простите, возможно, я неправильно сейчас использую это слово, но, наверное, так правильно договорить. Беженцев с российским паспортом, которые могут быть настроены антивоенно и прочее, на территорию Европейского Союза и других государств, проникают агенты под прикрытием вот этой истории антивоенности. Люди, которые непосредственно могут работать на условно сейчас демонизированную руку Кремля, да, ну и совершать и действия, мы понимаем, вот вы понимаете, думаю, к чему я веду. Именно из-за этого подобные ограничения, это только одна из частей, одна из частей вот подобных ограничений, а их тьма на самом деле, аргументации подобных ограничений. Ну вот, я вам на это отвечу спокойно очень, конечно, мы не ругаемся, а я вам потом задам вопрос, чтобы вы поняли, что я имею в виду, я хочу, чтобы зрители поняли, что я имею в виду. Значит, первое, у Путина есть агенты с паспортами других стран. Как эти ограничения останавливают, я совершенно не понимаю. Это первое, да. С паспортами Аргентины, а еще за 50 тысяч евро или за 100 тысяч, можно элементарно купить паспорт, я забыл какой-то, страны, остров. И это делается за два месяца после инвестиций. То есть проблем с агентом проникнуть в Европейский Союз нет никаких абсолютно вообще. Вот, и ограничения не пускать по туристическим визам, да, причем, когда одни страны пускают, а другие не пускают, вот я, Дмитрий Гудков, я не могу напрямую из Нешенгена прилететь куда-нибудь в Чехию. Но если я прилечу в Грецию, то транзитом потом могу спокойно прилететь в Чехию. Это глупость абсолютно, которая агентов не остановит, а всем остальным создает проблему. Это первое. Вопрос с агентами, поверьте, никак не решается этими ограничениями. Значит, когда я говорю про наказывать россиян, почему я не... Поверьте, вы имеете моральное право так считать. У меня вообще к Украине... Нет, нет, нет. У меня к Украине вообще нет вопросов. У меня вопросы к западным странам, а не к Украине. А если вот к Украине, у меня один простой вопрос. Вот вам простой вопрос. Давайте представим 10 бизнесменов с капиталами там условно 100 миллиардов долларов. Значит, у вас есть выбор. Наказать их, чтобы они не могли никуда приехать. Тогда эти 100 миллиардов будут в России. Эти 100 миллиардов, значит, а главное еще и все их предприятия, айтишники, инженеры и так далее, и так далее, тысячи там, десятки тысяч людей будут не в Европе, и деньги не в Европе будут под контролем западных спецслужб. Все это будет в России. Эти 100 миллиардов будут инвестироваться в предприятия, не знаю, там, металлургические, еще какие-то, куда ты будешь там инвестировать. На эти деньги 100 миллиардов будут делать танки, производить ракеты, айтишники будут делать софт, чтобы эти ракеты наводить по целям. Инженеры будут делать более качественные какие-нибудь дроны. Ответьте мне на вопрос. Где вы хотите, чтобы вот эти пять условных миллиардеров, да, с капиталом 100 миллиардов и, условно, там, 50 тысяч сотрудников или 100 тысяч сотрудников, инженеров, айтишников, где вы хотите, чтобы они были? В Европе под контролем западных спецслужб? Или чтобы они остались в России и работали на путинскую экономику? Это вопрос конкретный. Да, могу ответить. Майкл Макфол, это участник международной санкционной группы, Ермака Макфола уже говорил об этом. Господин Макфол, напомню нашим зрителям, это дипломат с большим опытом работы, причем на территории Российской Федерации. Если мне память не изменит, я могу недословно, да, вот сейчас сказать его основную мысль. Он как раз предлагал крупным бизнесменам, если можно назвать тех людей, которых вы сказали, бизнесменами, не всегда так можно сказать, но тем не менее, в общем говоря. Он предлагал им непосредственно, скажем так, не знаю, отплатиться, что ли, за свое участие в экономике российской, отплатиться буквально и пройти вот этот путь. Я не хочу сейчас говорить такие слова, как очищение и прочее, но тем не менее очищение по помощи российскому режиму. Да, то есть такой путь был предложен. Я честно не могу сказать, насколько оно далеко там зашло, но вот беспонятно. Такой путь не был предложен. Это было политическое заявление, и с Макфолом я это лично обсуждал, поэтому я не хочу наш личный разговор здесь передавать. Ни в коем случае. Мы с ним это очень подробно обсуждали. Вот никакого механизма предложено не было. Но вы не ответили все-таки на мой вопрос. Скажите, пожалуйста, без относительно условий, вот никаких условий, где должны быть эти люди? В России с Путиным? Это же понятно. Нет, ну где? Или они должны быть на Западе? Вы хотите, чтобы эти деньги и эти люди были в России, или вы хотите, чтобы эти деньги и эти люди были не в России? Я должен обязательно сказать, да или нет, естественно, не в России. Это логично, как мне кажется. Так это противоречит той мысли, про которую мы с вами начали спор. Поверьте, я очень хорошо понимаю эмоции. Я сейчас апеллирую не к эмоциям, а к здравому смыслу. Значит, неважно, если этот бизнесмен, условный там, поддержал войну, финансировал предприятие ВПК, он должен быть не под санкциями, а в розыске международном. Это я поддерживаю. Если этот человек не поддерживал войну, он боится, может быть, сказать, у него родственники могут взять, заложники, еще что-то. Если он войну не поддерживал, если он готов вывести капиталы, да, и расстаться с Россией, ну, по крайней мере, на какое-то время, пока там Путин, выгодней Украине, я просто говорю, выгодней, чтобы эти люди были все вне России, тогда путинская экономика будет испытывать гораздо больше проблем, без денег и без кадров, потому что сейчас главная проблема российской экономики, не сколько они денег тратят, денег у них много, но главная проблема российской экономики – это отсутствие трудовых ресурсов. У них дефицит айтишников, Мишусин заявил, миллион айтишников не хватает. Я говорю, сделайте, чтобы два не хватало, чтобы инженеров не хватало, чтобы весь бизнес нормальный вывел свои капиталы, и чтобы они не проработали нормально. Дмитрий, я могу, да, пять копеек буквально? Просто я, наверное, сейчас скажу не как ведущий, да, как представитель телеканала «Фридом», наверное, просто как вот человек, обычно имеющий социальные сети, и возможность общаться иногда с гражданами Российской Федерации, сейчас не имею в виду наш с вами разговор, очень часто вот месседжи о том, что необходимо отдать россиянам, что ли, больше воздуха, больше свободы, он сводится к тому, что западники плохие, ну, вот эти вот коллективный запад этот ужасный, и украинцы в том числе тоже плохие, потому что они хотят, вот, исходя из эмоций, исходя из прожитого за последние 10 лет, хотят вендеты, что ли, сильное слово, но тем не менее, скажем так. Но, к чему вот я бы хотел, знаете, апеллировать, к тому, чтобы конечным виновником почему-то редко называется конкретно некий ВВП, сидящий непонятно где, там, с двойниками и прочим-прочим. Ну, Путин для наших зрителей, может кто-то не понял, объясню. Возможно, сейчас этот спич, знаете, с призывом дружить или прочее, я не знаю, как это, честно говоря, назвать, но тем не менее, враг-то у нас один, не только у нас, да, и у тех условных плохих западников, которые вводятся эти все ограничения. Вот такое, это ремарка исключительно. Я вообще никого не считаю, плохих или неплохих, да, я считаю, что если есть возможность нам обсудить важные вещи в эфире, то я не говорю, что кто-то плохой. И более того, я считаю, что россиянам не нужно давать больше свободы, я об этом вообще не говорю. Я говорил о том, что не нужно дискриминировать. Дискриминировать, им не надо чего-то давать. Они сами приедут, вложат деньги в бизнес, купят квартиры, им ничего дополнительно не надо. Да, просто когда люди приходят, смотрят русский паспорт, да, российский паспорт, и не открывают счет. И я могу вам сказать, что за два года, два сангода, из миллиона уехавших 300 тысяч уже вернулись. Вернулись не потому, что они хотят вернуться, а вернулись потому, что нет счета, без счета ты не получишь ВНЖ и так далее. Да, понимаю. Я как раз говорю, что есть, не у Украины, да, у западных стран, есть ошибки. Потому что вы меня спрашиваете, как победить ВВП. Он во всем виноват, и даже вне никакого сомнения. Не, 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 ни в коем случае. Я апеллирую к тому, что это единственные, ну, его вот эти опричники, это люди, которые виновны. Как его победить? Его нужно лишить кадров и денег. И сегодня невозможно перекрыть поставки российской нефти. Это невозможно, ее нельзя заменить на рынке. Если Европа не покупает российскую нефть, значит, Индия будет покупать, потому что Индия покупала у саудитов, а саудиты теперь стали продавать в Европе. Знаете, круговорот нефти. Глобальная экономика, если Индии нужна нефть, значит, она найдет способы купить. Серый флот будет создан, еще что-то. Поверьте, от всех санкций против российской нефти, ценовой потолок, по данным российских экономистов независимых, типа Алексашенко, Некрасов, Мовчан, иноземцев, потери составили максимум 50-60 миллиардов долларов. Это ровно столько, сколько российские туристы в год тратили за рубежом раньше, до войны. Ну, просто для сопоставления цифр. Я то, что говорю, предлагаю механизм, который лишит Путина не 50, а 500 миллиардов долларов. Пять военных бюджетов. Просто нужно сделать так, чтобы эти 3 миллиона от Путина уехали. С деньгами, с капиталами, с навыками, с профессиями и так далее. Это выгодно. Но, к сожалению, мы видим только разговор о том, давайте россиян не будем пускать с российскими номерами. Блин, ну это кому мешает вообще? Ну как это Путину мешает? И мы на это тратим 2 месяца разговоров. Дмитрий, прошу прощения, у нас уже время эфира подходит к завершению. Вы знаете, тут дело в том, что нужно на самом деле разграничивать. Я бываю и в Европе, и в других странах, где приходится соприкасаться с россиянами, конкретно, как вы говорите, с российским паспортом. И вот тут, как по мне, как гражданке Украины, которая с этим сталкивается, очень важно еще разграничивать действительно подлинные убеждения людей. Потому что просто убежать, потому что там стало некомфортнее, а там чуть-чуть удобнее, это одно дело. И потом вернуться в Россию и продолжать вкладывать деньги, или за пределами России продолжать вот эту риторику, что Украину надо уничтожать и так далее, что Россия имеет право на все, что она делает. Это очень такой, знаете, вопрос для затяжной дискуссии. Его нельзя просто вот так вот коротко и просто сказать, что вот нужно вывести деньги и так далее. Нужны гарантии, чтобы россиянам, которым, ну пусть я скажу грубо, позволено будет выезжать, забирать свои деньги, куда-то вкладываться. Потому что действительно нужны взгляды, это очень важно, менталитет, видеть и так далее. Вам нужны невзгляды, вам нужны невзгляды, вам нужно, чтобы... Дмитрий, мы знаем это, мы живем в 16-е уже 18 месяцев. Я думаю, что мы продолжим еще дискуссию в эфире Freedom, это наш не первый разговор и не первая дискуссия. Благодарим вас за то, что вы присоединились. До новых встреч в эфире Freedom. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. Новую тему предложим через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин